Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы будем рассказывать о сплошных разводах и скандалах. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Вот такая нынче жизнь. Итак, Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс разводятся действительно. Это правда. Майкл даже увез детей в Европу без разрешения пока еще жены. Паре предстоит поделить 300 миллионов долларов и побороться за опеку над детьми. Пишут, что Майкл устал от скачков в настроении Кэтрин. Кроме того, она страдает и от приступов раздражения, а точнее злобы. И два раза лежала в специализированной клинике. Не прибавит ей это шанса оставить себе детей. Это точно. Говорят, что пара официально объявит о разводе 22 сентября. Вот так. 13 лет брака коту под хвост. Разбитые горшки и дележ имущества. Ну, все как у людей. И звездный статус не спас. Также разводятся Моника Белучи и Винсан Кассель. Почему? Кто-то говорит, что он ей изменил. Якобы в 2012 году он встречался с какой-то девицей. А вторая версия просто мозг взрывает. Якобы Моника бросает Винсана из-за азербайджанского магната Тельмана Исмаилова. Ну, конечно, все может быть. Может, у 48-летней Моники старческая доминация подкралась. А может, ей захотелось почувствовать себя настоящей королевой. Ну, хотя бы и Черкизону. А может быть, дело обстоит, как в известном анекдоте про Гиви и Софи Лорен. Гиви из Тбилиси слезно умолял Софи Лорен помахать ей рукой с трапа самолета. Она машет ему, и он на весь аэропорт заявляет. Да улетай уже, надоело, э? А так как Бог любит троицу, то вот вам и третий развод. Клинт Иствуд и его супруга Дина Руис расстаются после 17 лет брака. Разница в возрасте у них колоссальная. Иствуду 83 года, а Дине 48. Ну, расстались они мирно, но Дина успела полежать в клинике сильнейшей депрессии. Почему пара приняла такое решение, никто не говорит. Известно только то, что они вместе уже не живут год. Ну и на закуску еще новость о том, как саентологи Тому Крузу жену выбирали. Норвежка Аннет Ирин Йоханссон рассказала, что проходило собеседование по этому поводу. Ее спрашивали даже о ее сексуальных предпочтениях. Такое ощущение, что там не жену подбирали, а контейнер для вынашивания ребенка. Смешно сказать, но у парня крышу совсем снесло. Если он позволяет так с собой обращаться. И на закуску парочка фото. Наш любимый Гарри Поттер, то есть Даниэль Рэдклифф. И не менее любимый Шон Пен. На сегодня это все. Ждем вас на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова